стягивайтесь кто у нас там будет первый пишите как слышно видно громкость надо сделать больше так а вот так все громкость я сделала давайте быстренько мне пишите как же мне здесь чтобы не беспокоить как у нас был написать видите не знаю как писать чтобы не беспокоили опять у нас с вами начнутся всякие звонки и смс когда мы с вами снимаем давайте просыпайтесь подтягивайтесь всем доброе утро это последний у нас в праздничный день завтрашнего дня вы все приступаете работать я вас сегодня как раз порадую и вы завтра же уже начнете стричь шикарную стрижку будет у нас короткая стрижка привет привет пишите как меня слышно давайте я вас пока познакомлю с вашей модели у нас уже модель готова я уже помыла у нас с вами вот такие вот волосы была тоже естественно короткая стрижка наша модель зовут ее леонора леонора привет спасибо большое вот вам показывала что у нас сейчас будет делать шикарную красивую рваненькую стрижку затылок будет открыт как всегда у нас с вами будет разделение по сагитальному пробору то есть мы должны с вами будем отделить затылочную зону и будем с нее начинать стричь как всегда пробор от уха до уха начнем с вами с затылочной зоной горизонтальным пробором верите на два блока нижняя затылочная зона начнем оттянулись все всем привет доброе утро все приступаем помните я вам сказала затылочная зона будет короткая пишите вопросы с вами если что-то не видно тоже пишите все начинаем как всегда с центра так как у нас с вами короткая будет часть нижняя где-то где шея мы с вами должны сразу будем эту зону сделать потом тушевкой будем дорабатывать рабочих посерединке показываю стрижка у нас уже сильно обросла сколько месяцев для на месяца три так что вы когда разговариваете с клиентом вы спрашиваете какая была когда была последняя стрижка и как правило настолько приблизительно волосы отросли то есть три месяца это приблизительно три сантиметра у кого-то растут быстрее у кого-то медвей но мы с вами приблизительно на эту цифру будем ориентироваться у нас все таки как всегда затылок должен быть объемный мы с вами смотрим сбоку профиль и приблизительно предполагаем в каком месте он должен быть вот здесь то есть нам надо сюда поднять значит соответственно раз нам надо поднять сюда значит у нас угол опять же будет 45 градусов привет поэтому натягиваем ставим пальчики под углом 45 градусов здесь мы будем выводить с вами вот здесь у нас с вами уже контрольный прядь прядь образовалась я делю ее видите уходя немного в диагональ беру следующую диагональ волосы и вот с этой зоной мы с вами уже будем работать мы с вами перешли давайте посмотрим сбоку это выглядит так натянули видите у меня с вами контрольный прядь получилась уже здесь у меня нет окантовки поэтому здесь я создаю сама и помните мне нужно ее вывести в ноль вот таким вот образом простригаем показываю видите она у меня диагональный сейчас я ее опущу шейка еще пока мы с вами ее не дорабатывали тут естественно есть длина потому что у нас пальчики дают как бы длину мы не можем уйти в ноль пальчики не пускают поэтому дальше мы с вами просто будем дорабатывать у нас с вами вот эта прядь уже готова значит мы ее делим пополам она у нас с вами была прострижена мы ее делим пополам она становится контрольный переходящий добавляем следующую часть и также простригаем так сейчас секунду мне нужно достать все так я схватила натянула подчас секунду вас повернула то я не могу дотянуться захватила прядь у меня натяжение в голове 90 контрольный прядь у меня здесь есть и продолжаю дальше стричь соединяем переходите дальше ниже так видно мне не очень удобно стоять но должно быть все видно показываю что у нас вышло видите у нас с вами прядь перешла тоже наши прядь с вами повторила форму головы и вот она дальше делим опять нашу уже контрольную которая перешла разделили добавили новую часть и также с вами переходим у нас с вами будет здесь натяжение 90 и дальше будем простригать контрольная прядь вот никуда она у меня убежала я ее вижу переходим к следующей за ушком взяла если здесь мешают верхние волосы не забывайте что всегда можно заколоть у меня контрольная прядь все вошло посмотрим что у нас здесь получилось видите я повторила полукруг получился я повторила форму головы отпускаем теперь видите какая аккуратненько у нас и переходим к противоположной стороне помните у нас центральная контрольная прядь была показываю поближе теперь я ее делю по диагонали немного видите ухожу в диагональ добавляю следующую натягиваю опять же 90 вижу свою контрольную точку и должна ее простричь до конца отодвину немножко потому что неудобно расстригая прядь контрольная переходит я ее делю пополам добавляем следующую часть опять же натягиваю 90 голове у меня также остается под 45 срез посмотрите как вы аккуратно уже затылок красиво ложится делайте небольшие шаги потому что у нас переходящий контрольный прядь будете большие шаги делать будет не ровно и опять же переходим на следующую сейчас не придется вас передвинуть потому что не могу дотянуться теперь мы с вами поднимаем прядь так видно нет давайте поставим попробуем вот так принимаем прядь и начинаем дорабатывать ее пока еще тушевку как вы видите не делаем я дорабатываю вот эту среднюю затылочную зону то есть верхнюю линию которую вы сами постреляли поднимаем дорабатываем дорабатываю это сразу же пунктингом потому что нам с вами надо достаточно рваную стрижку сделать достаточно легкую как видите у меня все линии получились ровно и достаточно просто облегчает так как мы с вами срезали прямым срезом на этом моменте вы можете сразу делать тушевку либо чуть позже когда уже волосы вы будете засушивать для того чтобы видно было красиво отделяем следующий блок привет пришла спряталась отделяем следующий блок также переходный центр можно чуть-чуть уже приподнять немножко чтобы видели ваше время на графом идти то есть мы с вами стремимся создать объем на затылке наши центральную прядь центральную вот с нее начнем работать у нас с вами контрольная уже прострижена линия давайте сбоку вам не покажу что было видно так вот она наша контрольная линия и мы продолжаем создавать эту линию ставить пальчики на нее так как у нас с вами до 40 наше время ставим пальчики и стригаем новый клуб у нас с вами линия сохраняется как видите вот но с вами длина дальше мы с вами опять же по диагонали делим наш простриженный блок подтягиваем новую часть видите я ушла также в диагональ натяжение у меня опять же 90 голове и я вам сейчас сбоку покажу как я вижу две контрольные точки с вами и вы тоже сейчас увидите вот смотрите я натянула 90 видите у меня одна контрольная точка получилась и вторая давайте давайте снова покажу чуть чуть повыше может быть поставить и начать вот нам так будет лучше видимо контрольные точечки сейчас я вам снова это натянул видите вот моя одна контрольная это с другого блока выскочила и вторая уже которая слина и вот мы с вами их должны соединить натяжение обязательно 90 голове продолжили дальше опять же разделили взяли подтянули на его так натянули продолжили нашу линию и продолжаем до конца но нашего салитального проборного опять же натянули две точки видите соединили мы с вами соблюдаем равномерную длину на каждом уровне у нас своя длина определенная заданная мы сравняем с вами удлинение под 45 градусов так как у нас с вами все-таки является градуирование стрижка если мы с вами посмотрим если вы правильно перешли то у вас линия которая должна будет получиться она четко повторяет контур головы идет по кругу также переходим на противоположный блок также на самом деле дают натяжение давайте вас перенесем взяли поставили пальчики натяжение 90 видим две контрольные точки видите их соединяем я сейчас уже молчу потому что вы сейчас видите что это идет повторение можете писать какие-то вопросы внимательно смотрите просто что я делаю если вам непонятно как я перемещаюсь спросите еще раз покажу вы в общем это все видите я уже перешла сразу на пунктинг потому что дальше уже более рвану опять же мы с вами поднимаем помните я вам показывал меня здесь полукруг идет то есть повторяет форму головы и сразу же вы расстригаете эту линию то есть вы дорабатываете если правильно простригли это там остается совсем чуть-чуть что нужно доработать какие-то волосочки просто облегчаете плотно у нас уже такой красивый затылок с вами получается уже объемами перепуск дальше также центр ищите всем друзьям видим с вами контрольную нашу линию показываю вот она идет я никуда не потеряла привет что там пишите сейчас посмотрю какие-то вопросы да всем привет давайте продолжим это не вопрос этого просто поздоровались со мной спасибо большое что пришли что все-таки вы не спите также наверно не любите спать как и я все значит мы с вами продолжаем нашу линию показываю все я ввела время видите уже какой объем у нас с вами получился также переходим с вами теперь в диагональ нашу контрольную которую мы простригли сразу же переходите делите на диагональную убираете ненужные пряди и добавляете новую часть натяжение в голове 90 видите две контрольные точки свои и мы с вами соединяем эти две точки на самом деле если вы будете брать тонкие пряди вы уже видите свою контрольную линию под прядью она у нас с вами уже есть вы видите мы с вами прострегаем по ней на протекол у меня не сильно диагональ видите легкая диагональ но это для того чтобы вы не сгибали сильно руки вам спину не надо было ломать так просто пустит и удобно стричь следующую прядь прядь у нас всегда с вами переходящая вы можете поднимать когда делаете проверку любя на пальчиках мы с вами будем прорабатывать не видно да сейчас вы можете вот так на пальчиках прорабатывать можете также как я вам показывала до этого поднимать вот так подняли линию у вас все соединились и вы пропадаете только что простреженную зону прорабатываем простреженную зону видите у меня все линии сошлись в одну и здесь я ее зарабатываю посмотрите у нас какой красивый заколок уже получается достаточно объемный я тебе покажу переходим с вами дальше помните у нас с вами на уровне сагитального пробора затылочной формы также делим по центру прядь и продолжаем нашу линию и вы видите все перешли на диагональ на тянули волосы перешли может еще раз поделить потому что эти пять достаточно большая вот уже мы с вами оказались на уровне лука расстригли сейчас ушка будет честно закончимся от страны давайте вы видели как я с этой стороны работаю ничего не меняется также легкая диагональ натянули проверку не забывайте и обязательно мы с вами не забудьте проверяем вашу длину если вы прострегаете правильно у вас длина везде будет слева справа одно и то же так переходим с вами на лужку мы с вами уши до конца не открываем убираете это уже прострижение она вам мешает мы с вами работаем на уровне уже прострижение с вами пряди если мы с вами разделим наш пробор заходит на затылок но здесь у нас есть определенная заданная длина с нее и с вами начиналась у нас уж еще раз повторю не открываются до конца но мы с вами понимаем что у нас на крестнице не появились поэтому я вам сейчас покажу также видите я пошла в диагональ я вижу с вами прядь которую я уже прострелила вот посмотрите у меня получилось линия видно очень хорошо опять же переходим в ту прядь которую мы с вами прострели делим пополам теперь у меня прядь встала на месте и я подтягиваю от лица вот обратите внимание какой контур силуэт получился но вы помните что здесь мы с вами доработать еще не доработали поэтому мы теперь с вами что делаем окантовочную линию вот у нас мы уже есть красивую вы просто ее дорабатываете отпускаете и теперь вот это наша контрольная точка которую вы начали отодвигаете ушко и кладете на пальчик волосы за ушной зону так как у нас с вами здесь уже есть длина мы с вами подстригаем волосы которые остались лишние вот обратите внимание видите я подстригнуть теперь они мне не мешают но вы не забывайте это еще не все у нас здесь будет тушевка поэтому будем прямо переходить в закрытое ушко мы с вами уши еще раз повторяю не открываем так так лучше конечно же делать симметрично то есть лево право лево право также здесь мы с вами делаем отодвигаете убираете вышли и начинаем с вами работать с этой височной зоной с другим пробор я с вами продлеваю на затылок так как у меня здесь контрольная прядь здесь уже есть опять же беру по диагонали ее вот она видна наша контрольная видите точка и мы с вами достерегаем уже нашу зону височную так первую прядь простые по диагонали перешли на следующую протяжение у нас с вами 90 головами простые для и вот эту последнюю уже подтягиваем для того чтобы у нас не зарезалась длина у лица лица мы будем с вами отдельно делать челку смотрим желательно сразу же проверить лево-право вашу голову чтобы у нас с вами все получилось идеально хорошо получилось теперь опять же делаем уже окантовку зачищаем если что-то вы не поймали дочистили ушко помните как я вам говорила отодвигаем ушко ставим пальчики наши наша контрольная линия она видна и мы с вами дочищаем нашу затылочную зону начистили показываю видите уже у нас уже с вами красиво помещилось следующий блок опять мы с вами переходим и делаем проблему чуть дальше потому что у нас длина должна переходить из одной и той же линии то есть на одном и том же уровне так опять же взяла диагональ наценируемся видите у меня все здесь контрольные точки есть здесь я перешла еще пока там у нас и линия контрольная внизу видно если вы взяли достаточно тонкая прядь и точки есть все есть будете в длину последнюю подтягиваете вот смотрите уже какой у нас серый видите лица получается уже достаточно рваненькая переходим на противоположную сторону подниму подниму все видите опять убираем лишние волосы продвигаем длину на затылке для того чтобы у нас с вами появилась контрольная все дальше продолжаем опять берете диагональку и начинаем с вами прорабатывать наши уже задания перешли как вы видела теперь вот эту последнюю подтянули опять же мы с вами проверить должны нашу длину чтобы у нас было все одинаково а отлично расстреляем с вами на сколько хватает длинные с одной стороны и с другой стороны здесь мы с вами также все повторяем я разделила уже сразу по горизонтальному пробору потому что у меня здесь длина уже не дотягиваются у меня дальше уже там был другой последнюю подтягиваем насколько хватает такой идет у нас она легкого удлинения потом от этого удлинения мы с вами будем переходить ну видно да что есть так же с противоположной стороной последнюю подтягиваю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Давайте с вами чуть-чуть блин, опять же обнимаю угол, дотяну, приугольниче, храба. Так, и мы с вами переходим уже к оправлению лица. Здесь уже нужно поморщить, но не забывайте, мы не брызгаем в лицо клиента. Мы берем расческу, брызгаем на расческу и дальше уже влажную расческу, прическу. На лицо не надо. Есть другой вариант. Взять в ряду и прячь и аккуратненько, не далеко держать пульверизатор. Посмотрите, видите, я ее подняла подвесла прям вплотную, в руку брызгала. И ручкой уже дальше разносите в ладу. Выбирайте вариант, который вам угодно. Но не забывайте, брызгать в лицо клиенту не надо. У клиента макияж, клиенту целый день потом дальше ходить. Не хочется, чтобы она от вас ушла красивой головой со страшным лицом. Вы же ее не будете делать, дорогие мыши? Я пучу люблю. Почему нет? А почему нет? Действительно, можете сделать и макияж. И теперь мы с вами определяем, какая у нас длина будет. И начинаем нашу длину достерегать. Видите, когда мы с вами прострекли, у нас уже достаточно рваная. Закончелки получились. Мы с вами не стражем прямым срезом. Мы сразу делаем с вами пункт. И вступаем в длину. Так, мы здесь с вами лучше подойти, чтобы вам не было. Так, чуть-чуть вот так, как не угодно. Я загружу. У нас длина уже задняя. Отмывайте. Раскрепляем. Все аккуратно. И теперь будем в сторону. Раскрепляем. Мясочек. Опять же проверяем. Раскрепляем длину. Мы срочно должны быть одинокровый. Смотрите по щелке. Видите, я вам говорю, что у нас немного надо положиться. У нас она вот так будет. Раскрепляем длину. Смотрите, чтобы было красиво. Ага, значит, смотрите, на лице может быть очень щекотно. Мы с вами не можем было угаскивать. Слабая скорость и воздух, либо теплый, либо холодный. Не надо горячее. И давайте с вами перейдем к жаратовочной зоне. Здесь у нас с вами все будет просто. Тушевка. Тушевка вы нам делаете. Смотрите, рост волос, как растут волосы. Так, поднимаем. Видно? Так, чуть-чуть сейчас, видите, вас перевернуло, чтобы было видно. Поднимаем и убираем. И мы с вами стригаем теперь нашу заданную длину, которую вы хотите задать снизу на затылке. Если вы хотите немножко оставить прикрытой, оставите. Если хотите в ноль, значит в ноль. Вы уже решаете длину сами. Смотрите, как я фиксирую руку. Видите, у меня мой пальчик все время является опорой. Так, сейчас я вам покажу. Сбоку попробуем. Так, видите, мой пальчик, обратите внимание, я поднимаю, а палец меня фиксирует. Таким образом я могу двигаться. Обратите внимание, как я стригу. Видите, мой палец, он держит, чтобы у меня рука не дрожала. Мы с вами вводим в длину. Вы всегда можете определить, какую длину вы будете задавать на затылке по росту волос. Да, когда начинается простригать, давайте вам покажу. Видите, видно сразу, что волосы растут в сторону. Это будет тоже не очень красиво, потому что всегда будет задираться. Поэтому лучше, конечно, вот эту зону убирать. Обратите внимание, что все-таки я держу пальчик. Так, видите, я пальчиком придерживаю себя, чтобы рука не болталась. Стригаем нашу заданную длину уже, чтобы было все аккуратно. Волосы здесь у нас растут в сторону, поэтому простригайте в разных направлениях, для того, чтобы у нас здесь было идеально. Перейду сейчас чуть-чуть за ухо. Напишу, чтобы вы видели. Так же у нас, видите, волосы растут. Мы с вами убираем. Встребаем в длину уже заданную. Здесь у нас, помните, с вами есть длина, которую нам убирать не надо. Поэтому мы должны с вами здесь взять нашу короткую, видите, контрольную, и длинную. И здесь мы с вами уже сводим, не зарезая длину. Видите, у меня есть маленький треугольничек, я просто его смягчаю. И у нас с вами переключается здесь плавный переход. Но все равно дорабатывайте еще дальше за ушком. То, что внизу у нас с вами длина короткая. То есть нам надо с вами свести удлиненное на ушке и тушевку на затылке. Все не так рак и сделаете. Кто любит пользоваться машинками, пожалуйста. Можете пользоваться машинкой. Школа жилос дорабатываем. Как вы смотрите, вы ставите ровно волосы, голову вернее. И смотрим с вами сбоку, как выглядит. Если где-то чего-то торчит, значит, соответственно, с вами дорабатываем уже напрямую. Потому что человек не ходит согнутой головой. Естественно, все ходят с прямой осанкой, с прямой головой. Поэтому нужно сделать так, чтобы здесь было красиво. Так, я не поняла, что там написано. Сейчас, секунду, девчонки, посмотрю. Потому что я очки не надела, не надела. Так, можно с выбритым затылком женские стрижки. Ну, там у меня где-то есть, вы можете посмотреть. Но конкретно сейчас у нас с вами идет тоже тушевка, но уже тушевка руками. Это самое сложное. Понимаете, побрить, честно, могут многие. А сделать ручками практически не может никто. Поэтому попытайтесь все-таки пользоваться своими ручками и делать тушевку руками. Получается гораздо мягче и просто красивее. Давайте перейдем в другую сторону. Продолжим нашу стрижку. Здесь все то же самое, как я вас перенесла далеко. Здесь мы повторяем то же самое. Просыгаем. Делайте тушевку и вводите в стрижку. Уберите наши волосы за ушком. Ничего не забывайте. Опять же, встригаем. Здесь у нас пышок. Его тоже дорабатываем. Родвигайте ушко и соединяем нашу тушевку с длиной на виске. Ставите опять. Смотрим нашу линию сбоку. Я сейчас возьму машину. Если вы хотите, мы можем с вами доработать пышок машинкой. У меня... Надо просто за ней сейчас прийти. Так. И машинка с вами проводовательная. Не оконтовочная. Только не забывайте, что у нас не мужской затылок. Поэтому вы выгреваете только пышок. И дайте очень аккуратно, чтобы не сделать четкой линии. Пышок мы с вами подчищаем. Пышок мы с вами подчищаем. Здесь я сейчас вам не буду поворачивать, но лучше то же самое, очищаем, будет немножко длинная шклама. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 Так, смотрите, в эту сторону, если мы выводили, нам надо привести к другим сторонам. Если это может работать под дверью, то это обрезка. Если вы отработаете дверью, то это гораздо лучше, чтобы подбирать не искать своего клиента. Перебрасываем расчетку в другие лица, и тоже самое обрезаем социальными сторонами. То есть, подбираем это от лучшего проблера, и отчетываем люди, не доламываем места и не мышцы. Здесь у нас были две лица, да? Далее, у нас были две лица, отчетки. Это же мастер по себе, да? Я не могу сказать, что вот эти. Мы с вами будем говорить, что я вам números и контролирую, а. Да. Я чувствую, я же тебя забрал. И смansen. Вот. Имеется и смешно. На пробелке пробуются так, как они у вас будут лежать. Не забывайте обязательно сперзовать при этом направлении. И филиппо своей дорогой, а я знаю, что у него ложится все это в все стороны. И то же самое. Дальше пробел в предметах своего рода. И за направлением или в нижней мере движения. Сейчас этот пробел все выше. Дальше продолжаем. За корочество до соблета. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Дальше мы продолжаем доработку. Стрижка у нас достаточно будет легкая, подъемная. Поэтому начинаем с лица, глаза, естественно, ваши клиенты закрыты и мы с вами рвем, то есть дорабатываем волосы, облегчаем. Здрасьте, здрасьте, здрасьте. Привет. Родочка, пересядьте в это креслице. Сейчас я ее перенесу. Сейчас я ее внушу. Активничаю. Активничаю. Активничаю, да. Так, еще раз, извините, две. Поехали дальше. Дядя Дубыскова. Методом фонтинг мы с вами облегчаем. Фонтчик, возьми. Да, вы, не переживай, посказались. Фонтинг хочешь, чтобы они подошли. Обязательно все-все с вами прорабатываем, стрижка у нас достаточно легкая, объемная. И вы просто имейте в виду, что если голос токий, то сильно мы с вами тоже не облегчаем. Так, теперь мы с вами делаем у лица. Видите, крупными, глубокими срезами. Используйте также метод слайсинг. Не забывайте, что щеков на лице, поэтому обязательно сглубайте. Лисочки мы с вами прорабатываем слайсингом. Лежим треугольничками. Приподнимаем спицу. Так выглядит хорошо. Лежим треугольничками. Смотрите, как легко это получается. Эти, в вас не видно. Чуть-чуть переходите на затылоч acesso. вы будете не забывайте не за просто облегчаем смотрите где у вас пожар тяжело поворачиваем то же самое с противоположными причесывайте прямо делаем слайси длина как видите у меня сохранить достаточно легкий ничего так же вы будете облегчать мы хотим чтобы у нас вот эта зона макушна стояла лучше всего поэтому мы с вами все подтягиваем к центральной точке и с противоположной стороны подняли за тело для того чтобы еще попышнее было знаете короткие волосы всегда длинные мы с вами и и Смотрите вы, поднимаю волосы, 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 дорабатываем вот так и проходим немножко соединения где у нас соединяется пушу чтобы не было тяжелых что я дальше достаточно впереди раздули феном чуть-чуть дальше дальше уже фиксируется прикрываете лицо либо одеваете экран как вам будет удобно чтобы не попадала на лицо сейчас я вас уже приближу покажу со всех сторон нашу встречу терпите немножко осталось сейчас я вас переверну и вот наша леонора давайте со всех сторон мы посмотрим на нее такая вот шикарная стрижка у нас с вами получилось спасибо большое спасибо вот девчонки все я даже если мальчишки есть я не увидела да так что спасибо что вы сегодня пришли я вас надеюсь многому научила смотрите подписывайтесь на меня до следующей встречи и я надеюсь что следующая модель которая у меня сидит я ее попробую уговорить она машет головой но вы пишите может быть она согласится мне очень попросим у очень красивая стрижка вот поэтому будем договариваться с ней спасибо большое давайте все тогда девчонки пока пока да до связи все пока пока жду вас подписывайтесь подписывайтесь